Зато посмотри, когда начинается, что я тебя представлю, и я буду на заднюю. Спасибо. Еще раз хочу совсем поздороваться, еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. И очень коротко представлю сегодняшнего спикера Алексея Булдаков, художник. Участник проекта Open Fauna Lab и антрополог. Сегодняшний наш мероприятий называется «Очарование медузой. Ниф и ритуал последнего города на Земле». Подробнее об этом, я думаю, уже расскажет сам Алексей. Я хочу очень коротко представить нашу программу «Летний университет». Она уже подходит к концу. Сегодня предпоследнее событие программы. Это публичная программа Московской антропологической школы. Школа существует уже год. Это двухгодичная образовательная программа в области современной философии. Междисциплинарная. Основными фокусами нашей школы является не классическая антропология, несмотря на название не антропологии в значении этнографии, но скорее исследование человека через призму современных теорий, которые зачастую рассматривают его в разомкнутом состоянии, в его связи с природной, цифровой средой, экономической средой, социальной и разными другими условиями нашего существования. И в том числе сегодняшняя наша лекция тесно связана с антропологией и с возможностями помыслить, как будет развиваться жизнь человечества в дальнейшем на Земле, учитывая то, что мы имеем сегодня. А вся программа в целом приурочена, ее смысл и тема – это альтернативные варианты образования. Что было бы, если бы мы представили теории, которые сейчас разрабатываются философами и гуманитариями, воплотились бы в жизнь, даже можно сказать буквально, как бы изменилось наше образование, его сам предмет и метод. Потому что не секрет, что методология исследования зачастую обуславливает сам предмет исследования и то, как мы его рассматриваем. И от того, как мы учимся, зависит то, чему мы учимся и как мы видим мир. В этом смысле, как и наша школа хочет предложить какие-то другие модели образовательные и коллективности во время образовательного процесса, так и наш лекторий призывает мыслить более открыто и по-другому. На этом, наверное, все. Передаю слово Андрису. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. И у меня бросилось в глаза, что я никого не знаю почти, кроме одного человека. К вопросу о коллективности. Потому что в прошлый раз приходили знакомые, я был один раз, тут была дискуссия. В общем, это интересно как бы. Не видел никого на фейсбуке. Ну ладно, это так. Я сегодня должен был показывать, ну, сегодня должны были показывать тут перформанс, который называется «Чарование медузой». Но я хотел бы шутить, что медуза не урожай медузы, что медуза не уродилась, и не поспела, и засуха, и поэтому переносится чарование на ноябрь. Но так как здесь нет практически много знакомых, наверное, никто не поймет этого юмора, вот. Так что не будем будить, пусть пить. И дело в том, что у меня работа... Я художник, я делаю объекты. У меня работа застряла на таможне, и ее пришлось возвращать. И она не доедет до выставки, и мне срочно надо было делать другую работу на этой выставке. То есть ту же самую, но заново. Вот буквально до четверга, мне нужно, наверное, до среды. Поэтому как бы из-за этой случайности перформанс не состоится здесь. Но я расскажу все-таки о том контексте, в который я погружен, и в котором работаю, и о том проекте, который я сейчас начал делать. По поводу вот этой ситуации, в которой я оказался, это, можно сказать, ситуация хаоса. Мы как бы любим очень это слово, и современная монетарная мысль, и наука, научно-популярные разные инициативы очень часто поднимают это слово хаос, случайность, пустота. Эти слова постоянно звучат в популярной науке, в монетарной мысли. И весь 20-й век – это такой большой роман с хаосом, и это то, что вдохновляет многих современных художников. И, в принципе, наука хаоса – это монетарное название любой современной фундаментальной дисциплины, будь то генетика или физика, или инфлантовая физика, так или иначе, имеет дело с этим словом, принесенным в науку из монетарной мысли. И меня, конечно, это очень интересует, и в своих, тоже как художника, в своих каких-то попытках определить истоки этой мысли о хаосе, и о пустоте, и о случайных случаях, я, конечно же, наткнулся на книгу «Лукреция» о природе вещей. Многие из вас, наверное, знают, о чем эта книга «Лукреция» – это поэт, который изложил в I веке до н.э. в древнем римлянам философию эпикуры, философию атомизма. Изложил ее в политической форме, что уже очень прифнуется с современным состоянием дел в искусстве. Часто художники пересказывают какие-то, то есть пытаются адаптировать строгие научные исследования, достижения, предложить язык каких-то образов. Ну, у меня... Мое внимание поделили несколько вещей очень важных. В общем, «Лукреция» – это единственный дошедший до нас источник философии эпикура. Философии представлений о естественно-научном мире как о состоящем из атомов, то есть неделимых вещей, которые хаотически двигаются в пустоте, и от столкновения которых, случайного столкновения которых, возникает вот эта вся сложность нашего мира. Это как бы основа современного материалистического взгляда на мир. И читая «Лукреция», можно поразиться, насколько он современен, насколько современная философия копирует во многом, просто берет этот образ. Потому что «Лукреция» – это еще такой образ, образ человека, разочарованного в каких-то этических идеалах, может быть, пессимистично настроенного, циничного, привлекательного в этом. Современная философия приходит на ум Юджин Таггер, например, или Ричард Долкинс, или что-то в этом духе. То есть это изображение мира как такого случайного совершенно образования и хаотического. И здесь возникает вот это вот понятие «пустоте», которое, в принципе, непонятно, откуда он взял. Вот эта вот сама идея пустоты, мне очень интересно, откуда возникло в сознании человека вот это представление о пустоте. И свою речь, обращенную к своему воспитаннику, «Лукреция» начинает с того, что с критики религии, то есть архаической религии, суеверий, которые заставляют людей прястить жертву, прястить невинную жертву. А именно он приводит мифического персонажа, персонажа древнееведческого эпоса «Эфигению», которую они хотели принести в жертву. Это дочь Агамемона, которую его уговаривали принести в жертву, чтобы создать благоприятные условия для греческого флота для нападения на Трою. Одиссей и Минилай уговаривали Агамемона принести в жертву его дочь. И он поддался их уговорам и обманам, заманил Эфигению на Алтай обманом. Он сказал, что выдает ее замуж за Ахилла. И таким геноволным образом он пытался это, естественно, в жертву. Но в последний момент Артемида заменяет Эфигению телом Ланином. Очень знакомый мифический сюжет. Он копирует похож на жертвоприношение Авраама. Там тоже в последний момент его божество вмешивается и заменяет ее, заменяет разлом. Там, кажется, какой-то был гозел просто запутался. Но, тем не менее, вот эта замена счастливой случайности Эфигения была спасена или не была. Здесь как хэппи-энд. Это как бы предложение истории, уже как будто оно пентельс. История закончилась тем, что все-таки он сделал это. И это расстраивает Лукреция. Он приводит это как чудовищное суеверие, которое, собственно, религии он описывает как причины всех зол. Что на самом деле на природу, то есть грекам нужен новопутный ветер для флота. Конечно же, нельзя повлиять на новопутный ветер с помощью жертвоприношения. И это как бы подталкивает мысль. Лукреция, он описывает, как на самом деле дела обстоят в природе. А дела обстоят так. Есть пустота, и в ней атомы, как песчинка, как пылинки света. Они вообще падают в пустоту, в бездну. Но иногда они отклоняются, иногда случайным образом отклоняются, и ударяются друг от друга, и завихряются. Он говорил о таких турбулентных потоках атомов, из которых, из этих потоков возникает материя, вещество. Сложная комбинация атомов. Случайным образом. Это понятие клиромер, многие из вас их знают. То есть о религии, которая говорит о богах, что люди верят, что с помощью пролитой крови можно повлиять на божество и склонить его создать благоприятные условия для людей. Это, конечно же, суеверие. Мы все, конечно же, с этим согласны абсолютно, что нельзя повлиять на божество с помощью пассов, панипуляций, и что, конечно же, если есть такие божества, как Афина, то это всего лишь сложная организация материи, которые, на самом деле, как на более простые организмы, как на людей, в принципе, не наплевать. Все равно, что происходит у людей, и они помогают и не собираются. Об этом писал Лукреция. То есть здесь сразу же, в начале поэмы, образуются два полиса. Это, например, религия, или жертва, или гения, то есть жертвоприношение, и, естественно, научный взгляд на мир, материалистический взгляд на мир, который возобладал, мы понимаем. Сквозь века он прошел, вот этот пафос, такой печальный, эллинистический взгляд на мир, выжил и процветает сейчас. В то время как религиозный взгляд на мир считается, то есть, в принципе, в средствах массовой информации вы не услышите ничего, кроме каких-то вариаций этого лукрецианского, эфикарианского взгляда на мир. И его любили, да, конечно. Гегель критиковал, Маркс, Ниц, Шефрейд, Эйнштейн, все главные ученые, физики, всылались в Лукрецию. Привозносили его как провидца, как человек, который прочувствовал какие-то вещи, и, там, Нобелевский лауреат, итальянский даже писал, что необходимо лукреции произвести ревизию с точки зрения квантовой физики. Потому что он из квантовой физики тоже какие-то вещи ухватил интуитивно. И он одновременно поэт. К вопросу о сайенс-арте, а кто такой сайенс-артист? В правильном, хорошем списке этого слова. Но обратимся к началу поэмы. Вот это ситуация с жертвоприношением, которая, как бы, опечалена лукрецией. Сейчас, секунду, извините. Достану. Два. Да. 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 Подвернулся. Значит, ситуация, в которой возникла необходимость принести в жертву дочь царя. Как ее представить себе? Что это за ситуация? Это греческий флот движется по направлению к Трое, остановился, ждать у моря погоды. То есть, огромное количество вооруженных мужчин в закрытом пространстве, скорее всего, как бы они объели всю округу в первые несколько дней. И им необходимо существовать находящиеся в ситуации ограниченных ресурсов. Это та ситуация кризиса, кризиса сообщества, в которой возникают как раз-таки религии, можно сказать. То есть, эта ситуация – исходная точка для возникновения каких-то вот эксцессов, которые позже будут запечатлены в мифологии, в религиозной литературе. Чаще всего будет производиться реенактмент этих событий. То есть, это ситуация кризиса, которая ищет своего разрешения в насилии. То есть, необходимость найти поиска виноватого с целью психологической разрядки. Об этом писал Фрейзер в своих книгах, конечно. Возможно, он чересчур много внимания выделял действительно человеческой вере в то, что можно умилостить божество с путем жертвоприношения. Но вот здесь работают скорее биологические мотивы этологии человека. А именно, ну вот, единственный способ, это самый единственный способ понизить агрессию в обществе. Это убийство, это очень часто бывает убийство невинной жертвы. Именно поэтому в религии в качестве жертвоприношения выбирались особи, ну, неправозрелые особи, как бы еще, совершенно невинные существа, которые, после убийства которых, община могла почувствовать нечто вроде чувства вины, коллективного чувства вины за это убийство. И эти кризисы общества в архаическом обществе, каким являлось общество Древней Греции, неизбольно повторялось циклично. То есть это цивилизация зависимая от изобледелия, погонных условий и так далее. И поэтому, как бы, вот ситуация ограниченных ресурсов провоцирует в деле конкуренцию и, ну, то есть, вы понимаете, это можно... Можно... Я бы описал ситуацию кризиса в обществе как, тремя словами, свобода, равенство и братство. То есть это примерно то, что описывал Лукреций, говоря об атомах, ну, как бы, о частистах пыли, летающих в пустоте. Как бы, свобода передвижения, как бы, потому что, как бы, законы и границы в обществе, и графические границы теряют свою силу, и люди, как бы, становятся равны между собой. И братство в том смысле, что все люди одинаково претендуют на ресурсы, как становятся братьями в том смысле, что претендуют в одинаковой степени на наследство своего, как бы, отца. Или, ну, на материальное наследство. Свобода, равенство и братство – это очень хорошее описание как раз хаоса. И такого хаоса опасного, где люди готовы увидеть в своем брате противника и, опять же, в коде вот этого известного мифического сюжета с ним расправиться. То есть, как с двойником. То есть, это именно та ситуация, которая, да, и в этот момент общество разделяется и чаще всего назначает кого-то виновным за вот это вот, за кризис, за вот эти вот стихийные бедствия. Это, может быть, там, Эдип или какой-то пришелец, который странно себя ведет, которому немножко повезло, и он вдруг стал царем. И потом начался мор, и кто же виноват в том, что мы. Конечно же, вот это чужак. Это, опять же, чужак все время. Это, ну, это евреи. Евреи, конечно, если что-то происходит, сразу же начинают в Средневековье и в Древнем мире, как бы, сразу же начинается погром. И в большей степени это, конечно же, царь. Царь – человек, который ответственен за то, что… И та фигура, которой можно назначить ответственность за кризис в обществе. Вот мы сейчас проживаем этот кризис политический в России, и у нас вот идет, как бы, воцарение Путина. Побывай народу, нужен человек, которого можно назначить виноватым за, ну, вообще все, что происходит. И это очень, ну, как бы, очень-очень ревнуется с той же динамикой, с акронической динамикой этого процесса. Хотя я сомневаюсь в том, что один человек может быть назначен виноватым за кризис общества, конечно. Или, ну, то же самое, там, Сталин, или Горбачев, или кто-то еще. И после совершения этого убийства появляется мифическое… как бы, как бы, миф является вспомогательным средством для этого жертвоприношения, для этого коллективного жертвоприношения. И мифология, как… Чаще всего мифические сюжеты, огромное количество мифических сюжетов как раз-таки описывает нечто подобное. коллективное насилие общего коллектива против одной жертвы. Вот. И я приведу отрывки, которые… Мифы, которые приводят Лестровскую книгу «Обытное мышление». Это очень интересно, каким образом архаическая мысль описывает ситуацию кризиса в обществе и его разрешение с помощью насилия. Оба отрывка принадлежат совершенно разным сообществам. Это… Это индейское племя Аджитве, живущее к северу, это американских Великих озер, и племя Типопия в океане. Сначала миф Аджитве. Миф объясняет… Так, пять изначальных кланов восходит к шести сверхъестественным рапоморфным существам, вышедшим из океана, чтобы соединиться с людьми. У одного из них были завязаны глаза. Но он не осмеливается смотреть на индейцев, хотя, как обнаружилось, испытывал к ним огромный интерес. Будучи не в состоянии удержаться, он, наконец, приподнял повязку, и его взгляд упал на человека, который моментально умер, как бы пораженный молнией. Ибо, несмотря на дружеское расположение гостя, его взгляд обладал необыкновенной силой. Спутники заставили его вернуться в морские глубины. Пятеро же остались среди индейцев и снискали их большую благодарность. Они стоят у истока великих кланов или тотемов. А не на книге «Татумизм сегодня». То есть здесь есть мотив чужака, пришедшего извне, который случайно стал причиной как бы смерти кого-то. Его пришлось удалить из общины. Каким образом удалить? Не просто прогнать, а именно свести в морские глубины. То есть это там, где невозможно дышать. И второй мир. Давным-давно боги не отличались от людей. И боги были прямыми представителями кланов на Земле. Однако случилось, что чужой бог, Тикарау, известный как Тикопия, и боги страны подготовили для него роскошное пишество. Но до этого они провели между собой соревнования в силе и скорости, чтобы помериться этим уже со своим гостем. На бегу Дот нарочно спохнулся и заявил, что он ранен. Притворяясь, что хромает, он подскочил, тем не менее, сваленный в кучу пищи и унес его по направлению к холмам. Семейство богов отправилось в погоню за ним. На этот раз Тикарау и вправду упало. И клановые боги смогли получить от него назад один кокосовый орех, другой тара, третий плод хлебного дерева, а остальные ямсы. Тикарау удалось достичь неба с пищей, приготовленной для пира. Но четыре растительных продукта были спасены для людей. И таких мифов огромное количество. Мифы в основании общины. Община возникает на основе устранения какой-то части в момент кризиса. Хаос, смешение, отсутствие границ, конкуренция, война всех со всеми выливается в спонтанное устранение одного элемента, после чего восстанавливается мир, и на основе этого возникает общество. И Левистрос называет это изъятием. Это способ первобытного мышления описать, помыслить целое. Целое, исключая из него часть. То есть человеческое мышление, чтобы назвать какую-то вещь, нам нужно разделить ее на части. Это элементарный такой момент нашего познания. Мы мышление. Элементарный способ нашего мышления – мы делим к вечной части. и мы не способны воспринимать мир как целое, а только как дискретно упакованную материю. И в этом смысле устранение эфигении и жертвопоношения в итоге становится способом родоведения порядка в обществе. То есть это происходит циклично, и устанавливается правило для жертвопоношения, как в Левице строится храм, который превращается в помещение для забоя скота. И таким образом это чудесное чудо, как воссоединение общества, и воспроизводится снова и снова. И таким образом вот это изъятие Элистроса, о котором говорит Элистрос, в принципе это та же самая мыслительная процедура, что и изъятие, и создание пустоты, возникновение пустоты и вакуума у Лукреция. Это вакуум, в котором двигается адрес. Это в принципе тот же самый катарсис, то же самое очищение, но как бы без жертв. То есть здесь Греция предлагает это же архаическому мышлению провести вот эту процедуру, но не прибегая к каким-то, во-первых, суевериям, мифу, какого лжи, который скрывает первоначальную жертву и с помощью как бы обращаясь к чистой логике. И вот эти две линии в культуре, мне очень интересно отношение между ними. Это вот материалистические, для материалистической религии связь людей, которые верят в хаос, верят в то, что в пустоту, в то, что есть некие атомы, некие неделимые части, которые в пустоте бьются друг от друга. И как культура жертвы, культура катарсиса, вокруг которой возникает огромное количество лжи, огромное количество культуры, поэзии и различных способов маскировки этого гроба, первоначальной жертвы. И в том и в другом случае идет маскировка чего-то. Но сейчас именно возобладала идея атомистического воззрения. И об этом, именно над этим, эту задачу пытаются решить современные физики, физики двадцатого века, задачу создания теории возникновения сложности. Из этого хаоса и гомогенности, и неразличения об этом писал Шрёдегер в книге «Что такое жизнь», «Негэнтропия», где он ввел по этой негэнтропии. Это некий поток энергии, который организует материю определенным образом. И об этом писал Пригожин в книге «Порядок из...» «Негэнтропия». «Негэнтропия» Есть энтропия — это взрослые упорядочности. В принципе, если вы посмотрите YouTube, то вы увидите современных ученых, которые с полной уверенностью говорят, что наука уже доказала, что из неорганических веществ случайным образом было синтезировано азотическое основание граны. Это предпосносится как факт. В действительности это невозможно. Потому что РНК — это от, это информация, это функциональная информация, которая не может быть сгенерирована случайно. Вот это огромная проблема современной науки. Но, тем не менее, есть Шрёдегер, «Что такое жизнь», который представил РНК как опериодический кристалл. Можно назвать опериодический кристалл. Кристаллы растут. То есть это некий паттерн, который занимается самокопированием. И РНК. Такие уже подобные ситуации с РНК. Это некая температура, свет и радиация, которые позволили синтезироваться. Об этом очень много информации. Также Илья Пригожин, который ввел термин «диссипативные структуры». Собственно, то же самое. Это как бы структура, которая возникает самопроизвольно под воздействием какого-то потока энергии. То есть распределение энергии сложным образом. планета Земля – это диссипативная структура. Человеческий организм – это диссипативная структура. Получил за это Нобелевскую премию. Ну, то есть довольно странная такая экспансия науки в философию. Попытка… 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 Как бы… Как бы… Ну… Ну, то есть… Сепатистная структура и негантропия – это наследники клиномена, укрец. Вот этого случайного завихрения, отклонения атомов. В принципе, сильно это ничем не отличается. Кроме того, что это очень математизированная теория. То есть наука действует интеллективно-абдуктивным методом. То есть мы знаем все о микромире, о микрочастях, то есть очень много. И на микромире, если это не квантовая физика, то все вполне предсказуемо. Но в макромасштабе все непонятно. Очень. И для того, чтобы вот эту разделенную дискретную материю на части понять, как она действует, нужно предложить теорию какую-то. Все-таки эта дедукция – это не конечная процедура. Дальше нужно предложить теорию какую-то, как это все вместе ввязать. И с этим очень большая проблема в науке, насколько я понимаю. Тем не менее, в гуманитарной мысли это является основным стержнем. Основным стержнем, основной связью внутри художественного сообщества. Это вера в самозаврождение жизни из грязи. То есть вера в то, что из ограниченного количества неорганических элементов может возникнуть все многообразие. И в этом я вижу очень большую проблему. Проблема этического свойства. Потому что эта реликия материалистическая, она очень удобна для эксплуатации. Для эксплуатации природы, людей и ресурсов. Мой любимый пример – это пример с Потаниным. Главой Норникель. Ну, я говорю – Потани, на самом деле, Норникель. У которого в 2020 году возникла катастрофа. И мне два раза была уничтожена эта система тундры. Два раза за год. Потому что никто не починил эту ситуацию. С 96-го года, скорее всего, все это постепенно разрушалось. И вот в 2020 году развелось химикат. И это, в принципе, катастрофа. Потому что тундры никогда не восстановятся. Но есть современное искусство. И современная наука. И современная гуманитальная мысль. Потому что там есть Норильский арт-центр. Которые объяснят Потанину, что не стоит мучиться совестью. Потому что через какой-то миллион лет наступит новое начало. Будет самозародиться новая форма жизни. Как в кембрийском периоде будет взрыв видообразования. Потому что все самозарождается само собой в связи. Потому что мир состоит из атомов. Которые питают в пустоте и бьются друг от друга. И, в принципе, а так как душа смертна, то ни о чем можно не думать. Можно как бы расслабиться. Вот эта идея потолочного горлышка, как она называется в науке. Что много раз мир проходил через это потолочное горлышко. Полностью вымирала половина. Большая часть видов вымирала. Оставались только какие-то бактерии. И из них снова возникало огромное количество видов. И сейчас мы приближаемся к этому потолочному горлышку. Сейчас вымирание видов и уничтожение. В общем, такой большой кризис. Мы приближаемся к этой ситуации кризиса. Но виноват не стоит. Потому что после этого потолочного горлышка будет новая земля. Но никто не знает как. Ученые говорят об этом, но они не знают как. У них нет теории. И ученые как бы нет способов. Вот это господствующее представление об эволюции, как о постепенное углубление организации материи и информации, нет механизма, который бы мог из органики перевести в органическое, создать код. А потом из этого кода, это дадаминское и менделианское видообразование, огромного количества видов и заграничного количества. И наконец, чтобы у этих видов появилась возможность котировать себя на уровне, как это делают люди, создавать эту информацию, организовывать таким образом мир, передавать информацию дальше. Хотя в действительности клетки... У клеток есть что-то типа сознания. Клетки могут сами себя менять произвольно, перекодировать свой ДНК. И это очень сложный вопрос. Это очень сложная дисциплина, генетика. Но это поступательное движение эволюции, оно вопрос. Но есть вторая ветвь из тех, кто обозначил Лукрецию. Это магиотерролистический ответ катарсиса. Представляет из собой как бы надгробие на могиле. Надгробие на могиле некой невинной жертвы, некого праотца, которого, может быть, убил Эдип. А может быть, это был бы не Эдип, а коллектив людей задавил какую-то невинную женщину, какого-то ягненка. И в этом гробу этот гроб очень красиво украшен. И на него нагомождаются все больше и больше красивых построек. Действительно красивых. Это церкви, это памятники, это искусство, поэзия. Которые так или иначе хотят замаскировать вот эту потребность человеческого коллектива в насилии. Оно так или иначе везде... Наиболее близко к демистификации коллективного насилия подошел и в идеохристианский текст. Единственная мифология, где Моисею было дано откровение, что надо взять козла и отправить его в пустыню, Азазелью. Не просто потому, что так как бы надо сделать. А не потому, что... Это не было оправданием, что этот козел на самом деле имел злой глаз, сглазил такого кого-то, и поэтому теперь всех козлов надо принять в жертву Азазелью. Это была как раз таки подготовка человечества к... Пророку общины к пониманию этого механизма заместительной жертвы. И вот, да. Потом были тексты про пророков, в которых осуждалось жертвоприношение. О том, что Богу... Мысли, кстати, сходны с тем, о чем писал Лукреция. Потому что Богам не нужны жертвоприношения, конечно. А нужно как бы примирение людей друг с другом и так далее. Но тем не менее это не помогло. Сейчас в церкви и в обществе мы все равно чувствуем эти мотивы поиска жертвы. Вот как бы с Путиным ситуация практически... С Путиным и с Пукашенко то, что было. Мне очень напомню, это практически полностью воспроизводит те мифы, те ситуации, которые писал... Ну, короче, Эванс Бричард в книге Ноэра. Но я цитирую Бурона Жерару. О том, как происходит... То есть это... О специфичных ритуальных практиках центрально-африканского народа, ноэры, в принципе, скотоводов, которые не могли расшифровать этнограф очень долгое время. Это... Как бы король, царь в этом монархии, как король настраивает против себя свое ближайшее окружение, силовиков и народ, в том числе, путем, как это называется, покрывает себя виртуальной нечистотой. Совершает инцест, пьет наркотики, одурманивает себя, покрывает себя там черной краской и... и... культивирует себе так называемую сельвана. Сельвана – это звериное... как бы звериное начало в человеке. Или гибрис, можно сказать. Некая дерзость, гордыня, предельная, как бы... предельно удаляет себя от общества. И в тот момент, когда он выходит к народу, и его силовики уже готовы его победить, как бы... появляется корова. Корова. Которую вот эти молодые люди коллективным усилием забивают кулаками. Таким образом проходит праздник и, как бы, реинтранация короля. То есть король фокусирует на себе агрессию общества. То, что, допустим, говорит Лукашенко, очень часто можно назвать как покрывание себя ритуальной нечистотой. Он часто говорит, что он без штановов ходил. Или что-то... Вот такие вещи. Он ведет себя нарочительно нахально. Он ведет себя как... не как обреченный властью чиновник, а как такой бог. Простой парень. Которому... То же самое с Путиным. Мы видим, что он как будто создан для того, чтобы фокусировать на себе неудовольство людей. Он не справляется явно с ролью... с ролью правителя. Он как бы... То есть... Постоянно привод там... И как бы... некая такая фигура, как бы... специально приготовленная для заклания. Вот. Ну, собственно, чем является царь в действительности. То есть это... Это некий помазание Божий, которого в какой-то момент необходимо принести в жертву. То есть что... Это и так и происходило. Внутри двадцатого. Они сменяли друг друга через насилие. Никогда... Очень редко бывало так, чтобы на смену пришел новый... как бы добровольно там. Это бывало очень редко. И... Собственно, вот... Казнь Людовика Шестнадцатого... Это как бы... Крушение абсолютного анархии во Франции. Это яркий пример такого... эрганического жертвоприношения короля. Но вот у Людовика Шестнадцатого не было коровы, чтобы заменить себя, чтобы имели какую-то ланю, чтобы положительность на себя на латарь. В этом смысле... Нуэров гораздо более устойчивая политическая организация. Собственно, вот... Вот эта проблематика, она меня интересует в последнее время. То есть, ну, меня как бы... Меня всегда интересовало сообщество людей, которые себя организуют через другого. В качестве другого возникает... Часто возникает... Животное, там, городские... Городская фауна. И... Вот этой ситуацией, когда сообщество... Взаимодействие с другим, какие-нибудь специальные ритуалы, которые организуют сообщество вокруг какого-то отдельного вида животных. Это... Собственно... Сейчас покажу фотографию. Для тех, кто не знает, я общаюсь с женщинами, которые создают сообщество заботы о городских... Животных, о кошках. И... Устраиваю... 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 Устраиваю мероприятия. Устраиваю мероприятия. Устраиваю мероприятия. Я подписан на огромное количество каналов, таких как «Котоспас», «Кошкин дом», которые занимаются спасением самых исключенных и самых ненужных животных. Именно в их внимание привлекают самые безнадежные случаи. Например, сегодня я видел видео с кошкой-эпилептиком. Бывают какие-то генетические или очень старые. Ими снимаются кошки, собирают деньги, чтобы снять квартиры. Квартиры, где они живут, в мучениях, в принципе, страдают. Но вот этот организм организует сообщество. Он делает, возможно... В принципе, это то же самое, что жертвоприношение. Только это пожертвование. Огряное слово. Но на этом примере очень видна амбивалентность этого... Эти животные и так уже страдают. И вокруг этого страдания люди, которым необходимо... Симуляция сострадания, что ли, которой не хватает. И вокруг этого часто возникают мифологии и виртуальные практики. В современном обществе на примере этой ситуации можно наблюдать, как люди создают... Это Бегги Чен из Тайбэя. Которая... Ну, то есть это была деревня шахтерская. Когда на Тайване были японцы, это был шахтерский городок. И потом японцы ушли, и эта шахта была разрушена. И сюда пришли кошки. Как обычно, на заброшенные индустриальные территории приходят кошки. И эта женщина решила сделать из этого достопримечательство. Она фотограф, который стал это фотографировать. Вместе с рыболовным поплавком. В общем, эта деревня стала достопримечательностью, куда стекается огромное количество людей. Пусть молодежи. Не огромное количество, но довольно много. Чтобы фотографировать, посидеть в фото-кафе и так далее. Еще один такой ритуал от кормления голубей, который во всем мире... На всех больших городах есть голубиные такие, в бастбище, где люди, изговариваясь, приходят кормить голубей. Совершенно разные люди. И в этом смысле... Ну да, тоже один из таких ритуалов. И наконец... Сейчас я тогда приведу к этому. Еще одно сообщество, которое занимается заботой о другом виде, это сообщество, которое тоже женщины в России, которое выращивали чайный гриб. Сейчас это стало модным напитком. Таким, ну, там, последние лет пять. Но раньше это было прерогатива только советских пожилых женщин, которые выращивали эту бактериальную культуру дома. И... Да, ну, в общем... Сейчас я... Сейчас я... Я... Продолжение следует... 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 Люди стали замечать, что определенные действия с ядовитыми агентами внутри городских стен необъяснимо влияют на поведение Медуз в океане и на разрастание армии Гераклова. Некоторые заявляют о способности управлять океанскими течениями и подключаться к корневой системе армии Гераклова. Эти наблюдения не подтверждаются научными данными, но дают горожанам призрачную надежду и возможность обезопасить город о вторжении или хотя бы предсказать их время и место. Пытаясь понять природу этих явлений, люди исследуют закономерности и разрабатывают протоколы удаленного воздействия на ОМ и АГ. Эксперименты в этой области противоречат парадигме и противоречивому развитию, поэтому работа ведется тайно в закрытых коллективах. Некоторые научные лаборатории по исследованию ядовитых агентов стали капищами, в которых тела, стебли, корни и соки Медузы и Гераклова используются в различных ритуалах формации или чарования. В Фармаполисе исцветают тайные общества, которые получили собирательное название «Школ гостеприимства». Их адепты учатся проявлять гостеприимство в отношении Медузы и Гераклова, потому как убеждены в необходимости контролируемого заражения небольших районов или некоторых горожан для спасения всего города от полного и окончательного захвата. Несмотря на общее убеждение, связи между школами практически отсутствуют, и каждая школа развивает свои ритуальные системы, независимо от остальных. Но основным способом проявления гостеприимства считается пронесение жертвы Медузы и Гераклова. Обряды жертвоприношения есть выражение благих стремлений человека. Они представляют собой вершину альтруизма, любви, верности и почтения. Они являются в полноту благопристойности и чистоты нравов из китайской книги обрядов. Удобоприносимую жертву из паранокопытных, коня, яненка или добровольца из людей, заворачивают в Медузу, предварительно выращенную в лаборатории, до нежи вскисожився. Тело скармливают Медузы, с одновременно ее высушивают. В результате остается сухая оболочка, повторяющая очертания жертвы. Такие оболочки называют квасными мощами или мощами квасной Медузы. Их держат как оберег, способны обеззаразить небольшую область или помещают в специальное хранилище. Медуза возникла в результате сквашивания океанской воды. Как говорили древние, Малая Медуза квасит весь океан. Сквашивание или ферментация – это изменение состава вещества с помощью чужеродного организма, бактериальной культуры, родственной тем, что живет у нас внутри. Можно сказать, Медуза – это внешнее представительство микрофлоры человеческого кишечника, пример межвидовой запутанности. В пределах христианской традиции ферментация или квашение служит аллегорией постепенной психической трансформации верующего, которая начинается с незначительного вмешательства и завершается обретением новых свойств. Царство небесное подобно закваске, или берегите закваску фарисейской, которая есть в лицемерии. Последствия заражения идеей могут быть как позитивные, так и негативные. Закваска может помочь достигнуть совершенства и вечной жизни, а может привести к деградации полного распада. Внешний вид лишь высушенный Медуза, напоминает кожу млекопитающего, мертвую плоть. Но это не мертвый материал, это все еще живой, но спящий организм. Если добавить воды, Медуза проснется и вступит в контакт с окружающей средой. Таким образом, этот материал хорошо передает эстетику и смысл важнейшего для христианского мистицизма феномен поклонения святым мощам и общения с мертвыми, как с живыми. Мощи принадлежат людям, которые добровольно принесли себя в жертву, а прилимечную жизнь и стали закваской божественной любви. Такое, о котором писал Шекспир. Найти возвышенную метафору любви, плодящуюся там, где время и внешняя форма, говорит, что она мертва. Это просто чарование. Сушеная Медуза – это обереги для форма пояса. Я сделал арку такую, перешел от антимукреции к своей работе. Спасибо. Я предлагаю кому-то, чтобы сказать или задать вопрос, если есть желание. Я помолчу, чтобы пауза какая-то была. У меня есть вопросы, но если у кого-то есть, то я... Алексей, очень интересно, конечно, ваша не только позиция аутреция, но ваша позиция звучала, ваши отношения к его философским воззрениям. И все-таки не совсем понятно, интересно, вот, ваше здесь мнение. Религия равно миф? Или миф равно религия? Или ни то, ни другое? Много, а мысли микрофона? Да. Есть определенные различия. Ей есть классификация этих... Ну, религия оперирует мифом. Я думаю, что справедливо можно назвать очень грубо, и чтобы провоцировать какую-то дискуссию, спор, можно назвать современную научную парадигму мифом. Вот, привести потом там постгердельскую математику, и какие-то вот эти аргументы, которые в спорах обычно приводятся. Но этого делать не хочу, но, в принципе, вот это разделение на религию и науку, оно очень хорошо описано в элукреции. Но в этом это его, это его, это как бы, если отматывать назад, когда произошло это разделение, то это исток, вот это разделение. Вот, в этом смысле это очень интересно. Ну, есть, мне кажется, градация от архаики к современности, может быть, проведена таким образом, насколько эксплицитно насилие, насколько эксплицитно... То есть, насколько религия дает лицензию на ненависть. Есть группа людей, которые у нас, мы все хотим ненавидеть, да, как мы, наверное, многие люди просто хотят ненавидеть. А есть идеологии, там, религии, можно назвать это как упорные мифы, которые дают возможность ненавидеть. В Сынникове говорили, что евреи отравляют колодцы, все, как бы, вот, говорили священники это, вот, как бы, таким образом отводили, может быть, количество людей от кого-то. Или сейчас говорят, что во всем виноват, просто во всем виноват Путин. Все, что происходит, это единственное Путин. То есть, это тоже, это некая лицензия на ненависть. Это архаическая форма, архаическая форма взаимодействия в обществе. Есть, ну, как бы, есть слова о любви, там, у Павла, и у Библии, и так далее, которые, которые сейчас тоже, ну, это очень большая ответственность, и это очень неудобно. У меня есть вопрос такой по поводу научной картины мира и Пригожина. Мне так показалось, что ты связал, может быть, я неправильно восприняла, поправь мне тогда, что ты связал Пригожину с какую-то диссипативную структуру с ботанином и с уничтожением экосистемы Тундры. Это так? То есть, и второй вопрос, сразу вам задам, это между этими двумя полюсами научной и религиозной картины и, как бы, обеспечением какой-то стабильностью, способом жертвы или рациональной, рационализацией, рациональным, как бы, деланием, есть ли еще какие-то третьи альтернативы в антропологии вообще? Это отношение двух плюсов, это я придумал, буквально не придумал, но у меня возникло в голове это буквально, может, месяц назад. И я как-то думаю об этом, прикладываю это к разному. Конечно, это все не так. Есть там лакан, наверное, какой-то. Хотя это тоже про пустоту что-то, да? Да. Ну, а просто по поводу... Я и очень сбивчиво говорил, извините, на самом деле, тема очень сложная, но десимативная структура и америнический кристалл РНК, и вот это все, это наследники клиномена, наследники случайного... Как возникает сложность? Сложность возникает случайно, просто под воздействием неких случайных сил и определенное время. А с тундрой я имел в виду, что из ограниченного количества веществ может возникнуть все биоразнообразие. Это то, в чем уверены все биологи, то, в чем нас пытаются склонить верить, именно верить, вера такая, потому что нет никаких касательностей. Но это, в принципе, делается для того, чтобы, как мне кажется, что это очень удобно в ситуации разрушения природы и умирания видов, успокоить людей таким образом. И успокоить того же самого Ботани, хотя я не думаю, что он сильно парится, но представить себе, что какого-то начальника Нордникеля, Газпрома, который стал причиной катастрофы и начал, допустим, запор, вошел в запой очень сильно. Ну, тут появляется, наверное, художник Юджин Таккер и говорит, знаешь, не парься, чувак, все само зародится, еще будет новая природа, будут новые виды. И вот это здесь огромное пространство для спекулятивной эволюции. Любит очень поразмышлять о том, как могло быть и как будет после того. Все. Но, да, здесь просто такая фигура, что это идеология очень удобно правящему классу, который не очень парится ни о чем, кроме прибыли. Это этический момент, я не хочу как бы на нем заставить, потому что хочется быть холодными такими ударцами. Кстати, симпатичная структура. А тут, как бы сказано, о том, я прочитала книпедию, что это тоже речь говорит о том, что порядок заграждается с хаосом. То есть это схожее, схожее. Да, «Порядки с хаосом». Это книга называется. «Порядки с хаосом». Ну, то есть это Руду Хреции написал про «Порядки с хаосом», и след за ним в Торе. В Средневековье его критиковали. Ну, критиковали с таких языческих позиций, таких очень... Ну, Руду Хреции в Средневековье, в Возрождении его можно увидеть, ссылки на него в каких-то там, в трактатах. Но по действительности его отряхнули с него пыль с двадцатого века. С такой, может быть, с оправданием конфликта, что конфликты, сталкивание тел и вот эта диалектика, гонка вооружений, паразиты и хозяина, хищники и жертвы – это, в принципе, то, из чего возникает вся сложность. Что тоже невозможно доказать никак. Потому что из конфликта возникает только другой конфликт. Потом еще, пока не говоришься, что будем конфликтовать против этого. А давайте лучше не против этого, а давай возьмем просто корову. Будем корову убивать раз в год вместо царя. Ну, как бы, условно, такая динамика мысли. Но как-то заставить людей убивать корову? Нужно наплести что-то вокруг этого, что Бог хочет, чтобы... То есть на божество проецируется... Ну, это да, это вот отдельно, это другая идея. А то, что, ну, сейчас нет этого выхода. Сейчас, как бы, война всех против всех. Это, как бы, атомы, сталкивающиеся в пустоте, это то, с чем мы живем. Это очень опасная ситуация, мне кажется. Нравится? Ну, я хочу еще по поводу Путина сделать комментарий, что у меня почему-то его фигура... Ну, то есть в любопытный момент с тем, что Лукашенко говорит, как он снимает штаны. Путина говорит про мальчик в сортире. Всегда казалось людям, что это, чтобы казаться ближе к народу, мол, я говорю с вами на одном языке. То есть это очень интересная интерпретация. Но мне эта фигура вождя оказалась ближе к фрезеровской золотой ветви. Вот что мне, как она мне оказалась. И основная ставка, как бы, да, здесь происходила на то, что я то, что стоит между вами и хаосом. То есть вы не хотите как-то 90-е, и тогда я в воплощении порядка. И все должно быть в рамках закона, опять-таки. Ну да, да, наверное, может быть так. Ну, это так, как бы, что это спорное по поводу укрывания себя грязью. Мне кажется, это спорная идея. Ну, это удобно очень видеть в неком исключенном. Осознавать себя как целое через исключение. Либо супер, как бы, высокопоставленного сущности какой-то. Либо через что-то, не забывай, как-то там, через паразиты. Как-то лишнее что-то. То есть именно определение чего-то лишнего и мешающего. Иностранные агенты – это лишнее и мешающие. А, с другой стороны, конечно, идут, да, конечно, вся тема. Иностранные агенты, конечно. Вот это тоже очень интересная тема, да. То, что чужаки там. Ну да, но... Я не знаю. Я думаю, что как раз таки власти очень выгодны конфликт в обществе. И они очень плохо это скрывают. Это мифология иностранных агентов. Она как бы скрывает то, что... То, что... Ну, провокация насилия, гражды. Спасибо. 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 Спасибо большое, Алекс. Хочу бы для всех присутствующих сказать, что у нас состоится последняя встреча нашей Виктории во вторник в 7 часов, здесь же. И это будет Физранда, Кимборгов. Приходите заниматься физкультурой. Встреча будет с художниками Диной Жук и Николаем Списевцевым. В 7 часов. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо.